Вчера в наш город прибыл автопробег, выехавший из столицы 22 июля. Маршрут этой автоколонны пройдет по северо-западным районам республики. Идея автопробега появилась еще 6 лет назад. Ее автор – Ассоциация ВДВ Республики Башкорстан. В нашем же городе он проходит в четвертый раз. Всего в маршрут вошли 13 населенных пунктов. Нефтекам же стал седьмым по счету. Наш автопробег посвящен 68-й годовщине Великой Победы и 83-й годовщине образования воздушно-десантных войск Российской Федерации. Также 25-летию вывода советских войск из Афганистана. В нем участвуют в нашем автопробеге ребята из города Ишимбая, Ишимбайского района. В этом году экипаж состоит из трех машин, все участники боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе и ветерана ВДВ. Общая протяженность пути составляет 1350 километров. Несмотря на большое расстояние и жаркую погоду, все участники пробега были в форме и полны энергии. Ведь каждый из них ждал этой встречи как минимум год. В цели нашей задачи автопробега, значит, встреча с ветеранами воздушно-десантных войск, с ветеранами Великой Отечественной войны, укрепленные в памяти погибших наших солдат в локальных войнах. И, конечно же, встреча с молодежью и призыв ряды вооруженных сил Российской Федерации в воздушно-десантные войска. Нам очень приятно встретиться со своими сослуживцами, ветеранами ВДВ. Все-таки у нас как-то есть общее свое воспоминание про службу. Это же автопробег не только, что сел на машину за руль и проехался. На встречу с ветеранами ВДВ и участниками автопробега приехал и заместитель главы администрации Нефтекамска Шамиль Халитов. После встречи на аллее в сквере Победы участники автопробега возложили венки и почтили память товарищей. Здесь нет чужих, говорят участники пробега. И, несмотря на годы, они все с той же радостью собираются вместе. Вот только, конечно, уже не все. А встречи с однополчанами рады всегда и везде. Встречают нас везде в городах очень гостеприимно, душевно. Встречают алганцы, десантники и, в общем-то, жаловаться не о чем. Сложновато ли ездить по жару или все-таки настроить? Ну, у нас кондиционеры в машинах, поэтому сложности такой не представляет жара. Ну, а так останавливаемся где-нибудь на речках. Где лучше запомнилось? Тумазы. Там впервые проходит этот автопробег, поэтому они постарались и приняли нас от всей души. Мне тоже понравился ваш город. Организация мероприятий в нашем городе помогает Наталья Гордиенко. Это ей не в тягость, ведь это дело семейное. Я фанат своего мужа, он же у меня десантник. Ну и хотела сказать, что очень нравятся вот эти мероприятия. Мне приятно на них смотреться, такие красивые, дружные, сплоченные. Не забывают своих братьев, всегда возлагают венки, всегда помнят погибших. Спонсором я уже лет пять являюсь. Кто кроме нас, как говорится, никто кроме нас. Автопробег продлится еще в дни пять. Колонна поедет по маршруту Янаул, Аскина, Бельск, Благовещенск. Финишируют участники в Уфе. Айгуль Гарифулина, Марат Самигулин, информационная программа «Ежедневник». Прибыла.